Приветствую! Иногда каждый из нас сталкивается с необходимостью аппроксимации набора дискретных величин функции заданного вида. Сегодня мы рассмотрим способ аппроксимации экспериментальных данных любой функции с применением программного приложения Excel, в частности его инструмента под названием поиск решения. Итак, начнем! Постановка задачи следующая. Необходимо аппроксимировать экспериментальные данные о зависимости коэффициента поверхностного натяжения воды от температуры заданной функции от температуры. Запишем нашу функцию. Она содержит переменную в виде температуры t, c, два параметра a и n и критическую температуру воды tc. Поскольку мы будем применять метод наименьших квадратов, сформируем сумму квадратов разностей экспериментальных значений величины и значений функции в одних и тех же точках. Нам необходимо достичь минимума значения суммы квадратов разностей. Перейдем к настройке Excel. Нам потребуется подключить настройку поиск решения. Для этого проследуем файл, параметры, надстройки. Рядом с надписью управления выбрать настройки Excel и нажать перейти. В открывшемся окне поставить галочку напротив поиск решения и нажать кнопку ok. В созданный файл Excel внесем экспериментальные данные. В первый столбец запишем температуры, а во второй – коэффициенты поверхностного натяжения воды. Создадим три ячейки. В первые две внесем начальные приближения коэффициентов А и Н, а в третью запишем критическую температуру воды, которая составляет 647,3 К. В другую ячейку запишем квадрат разности целевой функции и экспериментального значения. Не забудем зафиксировать параметры функциональной зависимости, добавив значки доллара перед буквой и цифрой. Скопируем расчет квадрата разности для каждой экспериментальной точки, протянув ячейку за правый угол вниз. В данной ячейке просчитаем сумму квадратов разностей. Также перейдем в следующую ячейку и рассчитаем значение функции в ней. Скопируем расчет функции для всех оставшихся температур. Перейдем во вкладку данные и выберем поиск решения. Откроется диалоговое окно следующего вида. Сперва нам необходимо задать ячейку, значение которой нам необходимо минимизировать. Делаем это следующим образом. Рядом с надписью оптимизировать целевую функцию. Минимизируем ячейку, в которой рассчитана сумма квадратов разностей. Поставим флажок напротив надписи минимум. После надписи изменяя значение переменных, необходимо указать перечень ячеек, которые являются неизвестными параметрами аппроксимирующего выражения. После чего нажмем найти решение. Появится окно результаты поиска решения. Нажимаем окей. Теперь обратим наше внимание на ячейку, значение которой мы пытались минимизировать. Видим, что оно стало весьма малым. Проделаем операцию минимизации несколько раз до тех пор, пока сумма квадратов не перестанет изменяться. Посмотрим на коэффициенты, которые подобрал алгоритм поиска решения. a равная 0,12, n равная 0,8. Построим точечную диаграмму, на которой отобразим экспериментальную зависимость и аппроксимирующую функцию. Синий цвет соответствует эксперименту красный аппроксимирующей функции. Видим, что аппроксимация прошла довольно успешно. Таким образом, мы разобрали метод аппроксимации произвольной функции с применением инструмента Excel поиска решения. Следует всегда критически относиться к получаемым результатам и, в случае неудачи, пытаться изменить начальные приближения неизвестных параметров аппроксимирующей функции, либо изменить дополнительные настройки модуля поиска решения. Прошу обратить внимание на описание под видео, где собраны дополнительные материалы, раскрывающие еще лучше некоторые нюансы данного видео. Если вам интересна тематика моего канала, прошу подписаться, поставить лайк или дизлайк, написать комментарий, если будут какие-либо вопросы, замечания или просто желание выразить свою мысль. Благодарю за просмотр, увидимся!